здравствуйте друзья вопрос посмотрела ваше видео об отрицательном кредитовании и а же месяц о ежемесячном пособии в 2500 евро но было когда-то видео что вот мол собираются там в некоторых странах европы просто по факту сказать то что человек живой давать ему там какую-то сумму денег и у меня появился животрепещущий вопрос к вам михаил семимильными шагами идет европа к победе коммунизма еще в далеком 1987 году во время гласности перестройки помню как сейчас это время разговаривая со своим другом пашкой мы спорили о преимуществах социалистической и капиталистической систем и вот тогда он меня огорошил заявлением что европа гораздо ближе коммунизму чем советский союз он меня спросил по каким признакам можно определить коммунистическое общество друзья мы все это изучали вы не пугайтесь но эти признаки мы конечно же знали со школы я сказала признаки коммунистического общества стирание границ между городом и деревней стирание границ между умственным и физическим трудом от каждого по способностям каждому по потребностям социальная корзина растет так тут он меня спросил по всем пунктам кому проще ездить по разным странам жителям европы или нам жителям советского союза я честно ответила что жителям европы у них уже тогда границ почти не было между странами а у нас был авир со всеми вытекающими авир это отдел виз и разрешение место где печать ставят паспорт на выезд визу выездную потом он спросил насколько сильно отличается жизнь в деревне и в городе в нашей стране и в развитых европейских странах в нашей стране особенно в то время сильно отличалась жизнь деревне в городе от жизни в деревне в некоторые деревни просто добраться было невозможно в распутицу а европа маленькая компактная деревенский житель очень быстро мог оказаться в ближайшем городе и проводить там все свое свободное время дороги хорошие конечно электрифицировано все было теперь очередь дошла до стирания границ между физическим и умственным трудом и опять было понятно что европа впереди планеты всей ну конечно вместе с америка и япония и тогда случился в моей голове когнитивный диссонанс это приличное слово не не когнитивный диссонанс все западные страны во главе с америка и наперебой кричали что социалистические и коммунистические идеи ничего не несут кроме разрушения и тирании а сами получается втихаря шли к коммунизму коварство то какое и вот теперь они собираются внедрить последний признак коммунизма от каждого по способностям каждому по потребностям я с вами совершенно согласно михаил в том плане что людям всегда будет казаться это пособие слишком маленьким это правда и к тому же это породит целый слой иждивенцев такие люди уже и сейчас есть которые целыми поколениями сидят на вэлфере и все же михаил скажите как вы думаете неужели коммунизм неизбежен вот такая тема у нас высокая сегодня да друзья всклыхнула тема взбудоражила что тут сказать ну давайте по порядку с одной стороны можно сказать что чем богаче общество тем больше у него общественных фондов есть которые ну вот направлены на поддержание жизни общества внизу да чтобы поддержать тех кому совсем плохо это всегда было но просто в разной степени и из разных источников то есть когда-то богатые люди там жертвовали там скажем на какую-нибудь больницу для бедных в церкви так соответственно тоже там были разные возможности когда церковь поддерживала людей которых которых надо поддержать если мы там на руси посмотрим то например общины тоже допустим там сирота да и вот этот сирота там он там устанавливать но не повинность но так как бы разнаряд когда этот сирота жил там по очереди в разных семьях ему не давали погибнуть умереть и тогда то есть каким-то образом всегда шло перераспределение общественного богатства в пользу поддержания тех кто не может себя поддержать например или кто очень страдает дальше дальше больше и вот это вот тенденция она по нарастающей идет потому что общество человеческое становится все более и более богатым производительность труда растет вот мы сейчас говорим что надо бы может быть уже переходить там на 7 часовой рабочий день на 6 часовой рабочий день потому что так много всего производится что столько народу не нужно уже уже девать людей не буду поэтому богатеет но элементы ну слова коммунизм мне нет не так нравится здесь но пусть будет коммунизм элементы вот этого об обществлении перераспределения они существуют же очень давно например ну скажем налогообложения гражданами что такое налогообложение это перераспределение средств вот у нас скажем половина населения не платит налогов вообще один процент платит 40 процентов всех налогов это же и есть вот теперь распределение при том что мы не не коммунистическая вот соединенные штаты мы не коммунистическая и не социалистическая вот так прям уж совсем социалистическая страна но элементы этого дела присутствуют в любой развитой капиталистической стране присутствует очень много социалистического и этого социалистического гораздо больше если мы возьмем восемьдесят седьмой год то социалистического в развитых европейских странах и в сша было на порядок больше чем в советском союзе которые как бы официально социалистическое государство коммунистическое социалистическое но бедно почему бедная потому что людям работать не дают да то есть как бы так затерроризировали все закрыли и перекрыли все возможности для чека работать и вот так и так и так и получалось у них значит с точки зрения неизбежности коммунизма да значит общество неизбежно движется в сторону более высокой производительности труда общество движется в сторону того чтобы легче и легче и легче расставаться с какой-то частью своих богатств в пользу людей которые но не могут работать вы можете сказать а вот там есть такие что и не хотят а тоже косят как будто там что-то да и бог с ними ну ну да ну да ни одна хорошая идея не обходится без того чтобы где-то были злоупотребления вопрос только в том какой процент от хорошего составляют злоупотребление если там половина это злоупотребление система надо менять и даже 25 процентов наверно тоже что-то не то системы вот а если этого злоупотребление там два процента три процента пять процентов уже хрен бы с ним но я разговаривал с людьми у которых магазины такие знаете розничной торговли здесь в сша и я говорю вот такой объем по краже товара они говорят два процента полтора два процента и когда люди планируют там скажем бизнес такой дороги розничной торговли они закладывают эти два процента уже туда но там заложено она в цене товары уже отражено и так далее то же самое например страхование вот вы страхуете автомобиль есть люди которые как бы фабрикуют страховые случаи там получают какие-то компенсации все заложено и в общем котле мы все из общего котла за это платим то есть это всегда есть но вопрос том что иногда бороться со злоупотреблениями дороже чем например сказать ну хрен бы с ним вот в таких масштабах мы не мы пока не переживаем и так далее поэтому безусловно в этом смысле в этом смысле движение в сторону либерализации не обратимо и в современном обществе либерализация дальнейшая это когда полномочия в частности вот этого сейчас меньше чем чем будет потом когда полномочия властные будут перераспределяться в пользу вот низовых так сайте звеньев цепочки вот этой вертикали власти сравнению с сегодняшним днем к то есть будет меньше власти вы федеральный там ветки у может быть штатов а будет больше у муниципалитетов вот городов и так далее я извиняюсь поселковых советов вот то есть люди будут сами решать свои вопросы и будут меньше отдавать наверх а больше собственных денег тратить здесь и это процесс такой ну а что что делать он как бы неплохой процесс на самом деле чё же я вам скажу я вспоминаю но восемь седьмой год уже там горбачёв растревожил болото там уже бог знает какие там процессы начались а вот например там еще за пару лет до этого спокойнее жили знаете вот как-то и конечно нельзя было там заработать там заработать это начало украсть в основном в то время но все-таки все-таки человек жил спокойно у него не было такой проблемы что будет если я потеряю работу у него не было такого что что будет если там скажем нет денег платить ипотеку не платил никто ипотеку жили конечно в основном скотских условиях но но все же также никто и не рассматривал да как скотский ну как все вот не было ни там ипотеки ну там были кооперативы но это во первых мало кого касалось очень немалый процент населения вот во вторых это не было уже так прямо применительно так что чему я говорю человек жил спокойно то есть когда у тебя есть какие-то социальные гарантии снизу снизу спокойнее живется вот допустим в канаде живется спокойнее чем сша там человек прикрыт гораздо лучше вот снизу в европе человек прикрыт снизу гораздо лучше чем сша вот всякими там ну случае с чего да там и медицина и работы и жилье и так далее прикрыт и я не видел чтобы там люди в европе где-нибудь во франции или там в германии кричали давайте вообще сделаем как сша нет я такой я такого крика не слышу комфортно понимаете почему человеку должно быть некомфортно ему комфортно я помню не знаю как сейчас ситуация но вот сколько-то лет назад 10 12 я не помню там был случай а я как раз страхованием тогда занимался да во франции там демонстрации были жгли машины там вообще черте что значит из-за чего тогдашний там президент закон немножко изменил на тему что наниматель может разрешить нанимателем работодателем нанимать человека сроком на два года до двух лет с тем что он если что может его и уволить тоже если если там не сложилось потому что до этого так было нельзя ответственно чека нанял ты его нанял ты его фактически пожизненно надо и как это так разрешить нанимателю уволить человека течение первых двух лет а идея это была хорошая они хотели чтобы молодежь приобретала опыт чтобы работодатель не боялся нанимать молодежь в конце концов не получилось уволен хотя так он боится риск большой и так далее чтобы молодежь приобретала какой-то опыт и вот уже с этим опытом потом бы легче было если там скажем потерял работу было бы легче найти новую так вот вся страна вообще вышла на улице с протестами ничего себе такое безобразие разрешить увольнять человек поэтому я не я не берусь сказать насколько это правильно да это они пусть сами там решают это их страна они пусть решают но вот такой типичный такой ну я бы сказал уже ближе к коммунистическому даже социалистическим трудно назвать все таки капиталистическая экономика даже я не знаю а теперь есть еще один момент в этом во всем то есть это я еще раз просуммирую значит процесс неизбежный процесс не такой плохой в конце концов то есть если сравнить что было до и что было после процент процесс не такой плохой я вам больше скажу вот давайте возьмем самых ярых там консерваторов которые вот сегодня есть в америке самых жутких консерваторов возьмем и посмотрим на их сегодняшние взгляды допустим с дистанции в сто лет да они либералы отъявленные клейма ставить негде какие это либералы разве они выступают сегодня против того чтобы лишить женщин права голоса нет а сто лет назад женщины не имели права голоса разве они сегодня выступают за то чтобы отменить скажем social security а social security президент рузвельт вел либерал естественно демократ вот разве кто-то сегодня посмеет замахнуться на social security разве кто-то сегодня уж такой консерватор и такой значит реакционер разве он посмеет замахнуться например на медикер то есть бесплатную медицину по возрасту кто посмеет а ведь это всего-то 50 лет прошло как эту медицину ввели вот эту медикер ввели причем его ввели с ухищрениями демократы сделали ухищрениями сопоставимыми просто ну очень сопоставимым с тем как обама свой обама керп проводил вот так вот они так напрямую не получалось они вот так вот так вот так вот так вот так кто сегодня у республиканцев скажет я там против этого дела давайте заберем вы чё кто сегодня скажет давайте будем отдельно учить там черных и белых и там белых и цветных кто скажет давайте обратно сделаем скамеечки для черных тут и скамеечки для белых там и места в автобусе белые тут черные там и два разных входа выхода что сегодня вообще кому в голову придет поэтому движение неизбежно до движение это плохое я я не вижу чем она плохая чем плохое вот вот те силы которые всегда сопротивлялись этому движению сегодня можно сказать являются опорой одной из опор этого движения они сегодня пытаются не успешно но пытаются вот кое-чего из этих прав там отбить вот они пытаются на права там сексуальных меньшинств еще наезжать мало времени прошло они пытаются допустим вот там с абортами там разобраться что может быть все таки как-то многие хотят там их запретить вот вот на этом уровне они вот вот тут так что она может не так и плохо все и последнее что я хочу сказать по теории коммунизма раз у нас такой теоретический вопрос и я как известный марксист да но значит к чему мы да все-таки социализм коммунизм и так далее все это дело не начинается и не заканчивается там марксом лениным и там стали нам нельзя вот вот этими людьми она началась где-то там вот и продолжается где-то там а в россию она попала дайте как у губермана мне жалко марксово наследство попала в русскую купель где цель оправдывает средства а средством обосрали цель вот это тоже там произошло поэтому слово коммунизм у которого такой страшный смысл чудовищный а в силу массовых репрессий гулагов десятков миллионов уничтоженных людей и так далее вот этот чудовищно страшный смысл он имеет такое локальное значение вот вот скажем советская российская вот вот там россия имеет имеется ввиду в более широкое смысле советский союз российская империя вот там приобрело страшный такой сатанинский смысл но произошла подмена понятия ведь на самом деле слова коммуна например не 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 они его придумали они его использовали они его опошлили и существенно было вот что значит когда теоретики социализма говорили о том что социализм коммунизм это следующий этап следующий этап в развитии капитализма да то есть общество становится все более сложным экономика становится все более сложно сложной втягивается много народу создаются большие предприятия и так далее так далее и соответственно повышается роль населения работников в управлении предприятиями и так далее так далее вот вот об этом что шла речь то То есть капиталистическое общество должно дорасти до такой фазы, когда оно не сможет себе позволить, например, не дать образование талантливому ребенку, потому что капиталистическое общество нуждается в талантливых людям и так далее. И мы это сейчас видим. Смотрите, сколько вот там субсидий на образование. Разве сегодня может человек, который хочет учиться, например, не выучиться, потому что у него денег нет? Оно пришло в это состояние. Но никто никогда не говорил, что феодальное общество может вырасти в коммунистическое. Этого нету. Это абсолютно противоречит идеям классиков социалистической мысли. Поэтому они обманули. Вот эти советские. Они обманули. Они говорят, вот, значит, может победить в отдельно взятой стране. Нет, там до этого считалось, что теоретики говорят, что не может это сразу где-то так должно быть. Оказывается, может в отдельно взятой стране победить. Феодальная вот эта вот фигня может. А капиталистическая нет. Ну и пошло и поехало. Вот. И, соответственно, они же еще воинственные были. Они же хотели вообще там весь мир завоевать. От мысли завоевать весь мир. Они отказались относительно недавно. В 50-е годы. У них же в программе было написано. Вот. Уже при Хрущеве. Они убрали программное требование, значит, там, военным путем установить там по всему миру. Поэтому это просто опошленный какой-то дикий совершенно вариант, который не имеет отношения к сути вопроса. Вот такое страшное слово «страшилка». Вот. Поэтому коммунизм неизбежен в хорошем смысле. В хорошем смысле. Не в том смысле, как мы знаем вот коммунизм оттуда, а в том смысле, как вот идея вот эта вот социальная, социалистическая, либеральная, как она развивалась там в европейской культуре и к чему она пришла, как развилась. Вот. Вот в этом смысле ничего плохого я не вижу. А в том смысле, в каком вот мы знаем оттуда, ну, значит, вот, не знаю. Зачем нам оттуда? Нам оттуда не надо ничего. Ни, ни идей. Ничего такого не надо. Вот. Я думаю, и там тоже никому ничего не надо. Такого ничего не надо, но просто... Так. Просто жизнь так идет и идет. Вот, наверное, и все, друзья. А у нас будни капиталистического общества. Вы видите, вот, до чего развился коммунизм на американской земле. И вот Кремниевая долина, как, можно сказать, опасная фаза развития империализма. Электромобили вот снуют. Понимаете? Все это против человека. Да. Опасно. Очень опасно все. Так что... Я хочу успокоить женщину. Я думаю, что нормально. Коммунизма бояться мы не будем. В тех формах, в которых это здесь происходит, мы бояться его не будем. Нам на самом деле не хватает малька. Вот в Соединенных Штатах нам малька не хватает, как бы сказать, вовлеченности людей в политическую жизнь. Не только в США, но и в Европе. Потому что там 30% населения вообще на выборы не ходят. Не интересуются там. И как бы... То есть, с одной стороны, нормально. Но с другой стороны, хотелось бы больше, да? Как-то. Я не знаю, как этого добиться. С другой стороны, я вот смотрю статистику по проценту населения, получающего высшее образование. Ну, или, скажем так, последующее образование после окончания средней школы. Замечательный рост происходит. Вот за последние 20-30 лет резко выросло количество... Процент населения вырос, которые получают образование. И это происходит не только среди, например, там белых. А, например, вот афроамериканцы догоняют белых. То есть, они более ускоренно движутся в этом направлении. Это все очень здорово. И это же все очень социальное. Но вот, хотите сказать, коммунистическое. Пусть будет коммунистическое. Это же из общественных фондов происходит. Там кто-то хочет платить за частный университет, ради бога. Но, в принципе, школы бесплатные. Это же и есть коммунистическая штука. То есть, вы можете... Школы субсидируются из общественных фондов. Очень много медицинских сервисов субсидируются из общественных фондов. То есть, у нас люди на улице не умирают. Есть деньги. Вот, поэтому все не так плохо. Пусть будет богато. Пусть будет больше возможностей для реализации творческого потенциала людей. Тогда будет еще богаче, еще добрее, еще, как сказать, терпимее, толерантнее. Да, если можно так сказать. Ой, что-то у меня места мало. Ага, встроился. Вот. И чем богаче, тем лучше, я думаю. А чтобы было богаче, надо, чтобы человек имел возможность раскрыть свой потенциал. Это именно то, на чем загнулся коммунизм в отдельно взятой стране. Счастливо. Продолжение следует...